я думаю он придет здравствуйте возможно это видео смотрят те кто недавно подписан на мой канал для них я скажу что navi astralis это не просто navi astralis это эпопея звездных войн джорджа лукаса в кс-го это гарри поттер это сага а только в истории которой у нас чувствую плюстили далеко не все гладко astralis four times major champions они выиграли три последних мейджора а фейса 2018 мог стать триумфальным для нами и зевса но astralis будто бы играли в десятеро 16-6 на первой карте 16-9 на 2 тогда еще было непонятно что это был третий и последний финал для иоанна сухарева который уйдет так и не подняв ни разу желанный трофей следующий менеджер а м катавица 2019 выигрывают все те же astralis а вот для navi он запомнится драматичным поражением против франции я до сих пор смотрю на эту цзшку и вот на эти промахи simply не верю что их 7 мог с таким лицом наблюдать выиграв возможно самый важный плач для своей команды последний же мейджор starlander berlin запомнился не очередной победой astralis а провалом натус винсер в четвертьфинале и завершением карьеры даниила тисленко легендарный капитан выиграл за нами все что мог но финал мейджора так и не дался команда astralis непобедима два года к ним все готовятся все изучают их демки а толку нет но все меняется когда в натус винсер приходят бумыч и перфекта февраль 2020 astralis как обычно идут выигрывать блат на тот момент два года не было ни одного турнира где они бы не вышли в полуфинал или финал но сумасшедший камбэк со счета 13 6 и пожалуй лучший хайлайт всего 2020 года этим спреем электроник возможно вытащил наконец экскалива потому что именно тогда все начало меняться хотя поняли это не сразу многие списали камбэк на невероятного рода везение да и сам зоне сказал интервью но до сих пор в престижном турнире этого года что выиграть его для них крайне важно и что на этот раз они готовы на все сто бля астралис пиздец жесткий если по по 13 на стрались просто очень и один 14 на чужом бля вот это вообще пиздец наносит астралис самое разгромное поражение в истории их состава после этого астралис начинают срочно покупать себе шестого игрока чтобы объявить капитан команды лукас рассандер уходит в нактив а через неделю уходит за ним экзипник ходили слухи что астралис вовсе хотели уйти всем составом но сделать этого руководствуем не дало и было ли у нави лучшая возможность выиграть мейджор чем вы в лучшей форме главный соперник разбит мейджор должен был быть через месяц но в контор страйке никогда ничего не идет по плану рима интересно он скажет про тот раунд что-то транса зарунил где они два в один проиграли отменяется из-за пандемии и все увозит в онлайн в котором совсем другие правила и кстати задумайтесь на секунду ситуация зоне нам сейчас смешная но смогли бы нави сохранить состав после такого провала не будь у них за спиной выигранного турнира прошло два месяца и первым серьезным турниром лето был если ван кельне как бы не хотелось увидеть тех нами что были весной электроник был далек от своей лучшей формы флэйми и бумыч все также нестабильные могли как в соло принять бы но чаще проваливались и только усложняли жизнь команде для флэйми до флэйми такой пиздатый игрок но у него либо летит все заебись либо и вообще не летит он такие вчера на нюкей пизды давал я не знаю в итоге от лёд оттеной пи среднего класса команды за кт блять последнее место на главном турнире лето и после этого нави принимают решение коих я в их истории еще не знаю приехав на буткемп в середине августа флэйми перфекта и бумыч до сих пор не уехали домой и что мы имеем сегодня в очередной раз на бумаге нави сильнее они прошлись по верхней сетке выиграв всех кого только могли не сыграв только с одной командой и блэйд как будто знал сказав в интервью до этого турнира что главный соперник это именно астралис ну да наверное главный конкурент это стране тоже говорил что он хочет против астралис играть вообще в целом или на ип или целом это команда всегда показывает высокий высокий уровень игры мы хоть раз хоть и выигрываем у них последние типа на 33 встречи то есть мы не проигрывали но все равно это команда считается для нас самый эталон который только может быть с ними всегда сложнее всего играть отдельно готовишься кстати говорил что они охуенно тренируются охуенно тренируются и вывел команду в финал такая дисциплина пиздец и девайса можно было заметить как он был спокоен когда вышел финал ощущение будто он и не помнит всего того что случилось весной для него нави все еще команда просто хороший стрелку сега на фейс на вина украина файна ты щели пара парни к браку рекорд и генджу гайз с у вас с вами инстаток препарей шума из-хау и гайз филы напады откуда астралис бля представьте как вы там фанаты астралис да как они охуели от того после 20 когда они взяли три подряд это же вообще пиздец видимо он забыл что именно блэйд отправил добрую половину его состава весной в полугодовой отпуск и крайне сомневаюсь что блэйда не было заготовок на сегодняшний финал и уж точно не сомневаюсь что в одном девайс прав эти два парня стреляют так что мое почтение всем кто идет против финал esl который мы смотрим сегодня может быть и не мейджор но важность имеет первостепенную сможет ли маленькая команда столь драматичной истории бросившая вызов машине системе которая не отпускает своих игроков даже в отпуск и выигрывает мейджор за мейджором подарить нам новую надежду мальчик который выжил пришел умереть симпл дропают по 250 соло открывая длину эстак девайс и глэйв падают до 2 отлично начинается для нави астрали с будто сонные какие-то flame он делает олпа на топ-3 игроки мира прошлого элик прописывает глэйву эстак делает размен отходит на длину а там егор флейми делает даблки астрали сразу уходит на сейф но как бы не так егор васильев отправляет их негор очень хорошо требует суровых решений два вп если первая на девайсе снова отдает open фрага только глэйв немножко спасает ситуацию разменом то второе справляется на отлично джек дюпри будучи единственным опорником б-планта делает минус 1 минус 2 дожидается хелп и под флешку пикает булоча счет размочен и вот уже у нави за а у кого это у астрали же было да что они там 17 раз нюк выиграли что такое да оканчивается экономика этот раунд нужно обязательно брать а кто у нас включается в раундах которые нужно обязательно брать open стека перфекта и батя электроник на своей любимой карте после инферно раскидывает астрализаного за другим минус по глэйву конечно же был решающим обойтенью которые дальше сделают нами это вообще next level не приведет тень слева ждет чего оттуда а вместо этого справа падает я но дальше и астрализа simple open it не ожидавшего его так быстро в миду дюпри а перфекта понимаешь что мы перетягивается с б-плента собирать а в.п. заходит на пустой б-плент и астралис всей команды идут на сейф следующем раунде мы же хотел в россии чем в предыдущем дал смог из плента спокойно караулю но почему-то был совсем уверен в том что справа никого нет simple делает open мгновенная раскидка я кстати на этом моменте сказал мы с маши смотрели к смотри щас simple видит его убьет на халяве потому что он не ожидает чего справа джек дюбри справляется с первым но идеальный молотов электроника выкуривает его из плента и астралис снова идут на сейф дальше будет не очень важный раунд но все-таки ему хочу тебе показать 28 смари на карту инфа про нави уже есть сзади уже ждем я сейчас через пять минут будет то что говорил simple когда он будет гореть миллион ошибок на нюке блять тот мой же сбой на б не уйти но и на а не выйти не гранат ни одной флешки не смака нави собирают по трупам смог и флешку simple дает смог на просвет но что пройти через кт нужно два смока один не закрывает поэтому он байтит прыжком бумыч дает флешку как же классно там стоит джек дюбри его не зафлешила приятно смотреть на матчи в которых команда выигрывает не потому что одна говно автора еще хуже а потому что одни хорошо играют но вторые еще лучше 6 8 астралис все еще в игре у нави плохой бай прощает джек дюбри одного из игроков нави а кто он сделает важные фраги важных раундов open еще один от перфекта стека минус ноги от электроника минусы стак на длине это все-таки 96 за атаку но как же сегодня хорош джек дюбри классический сплита выход от астралис через зигзаг и длину минус 2 дюбри минус 2 от мэджис к и вот астралис уже почти отыгрались происходит то чего я вообще никогда не бля такой охуенный смог это просьбе симпла дает смог под симпла дюбри выходит ничего не видит а глаев уже больше ничего и не увидит симпл продолжает прятаться с макеивать не могут ничего сделали просто его не видят и при быстром взгляде на концовку тебе покажется что ну и точно сам за и мухой двоих просто слушай бомб или вообще затянули но если присмотреться на 35 секунде плент прилетает молек бумача на двадцать девятый шарта дал свой молек электроника на двадцатый перфекта там некуда было ставить чертову бомбу там просто не было места нави сегодня играют 200 и и знаешь что я по всему девайс был прав да действительно нави индивидуально сегодня играют отлично даже с оупоном и заходом на перфекта на б астрали спотыкаются прострел симпла а затем и самого перфекта лишь глейф его разменял итог когда уже перфект просто ничего не оставалось делать кроме как выходить но времени главу предательски не хватает и не только в проигранном раунде дело у них два гана у них нет денег потому что они их засейвили что вынуждает их сделать еще один неполноценный бай а дальше же саня симпл мстит за тот неудачный прыжок в кт а вся остальная команда не дает шанса астрали зайти на плент вынуждает их уходить на эко и последний гвоздь в крышку гроба забивает электроник один из роликов урайза лица на мой звук боя прямо весь обомлел и хотя по правде сказать астралис имели шанс перевести игру в овертайм и нужно было просто выиграть один бай раунд вот этот эко после бая еще одно эко но файкующий глейф миди обезврежен а на а почему-то астралис вообще не ждали электроник 1 2 3 с учетом того что на и прошли по верхней сетке у них изначально было преимущество одну карту после выигранного даст а два счет стал 20 серия best of 5 играется до трех побед им нужно было выиграть всего одну карту из трех фуши даже не верится как посмотрим как готовился к этому матчу все еще лучший игрок турнира отмечавший недавно свой день рождения музыку я слушаю на своем маршале а клипы я смотрю на ютубе почему показать один прикольный трек который мне заходит я хочу выбить за вас за саню за этот вечер давайте выпьем глупо было ожидать здесь легкого пути ну вот что я заметил navi били астралис их же оружием до не только астрали смогут прошивать смог а уж кто у нас стоит на рампе они как никто другой помнят и знают после этого турнира позиции флэйми однозначно будет смотреть каждая команда в дым умеет знаете ли наш капитан тут тут поиграть на не рука развернется и пропишет повезло что не прописал а знаете кто прописал егор васильч флэймич у него прицел клип дай говорим у него как будто голове нет флэйми в сумасшедшей форме и он заказывает команду срабили а уж ты пистолет и доказалось что вообще все потеряно после опана мы джиска и дюбри кто как вы думаете спасает раунд и люха перфекта выигрывает столько времени делает столько фрагов а самое главное выигрывает время чтобы бумать успел зайти и закончить пистолетку для команды astralis но это защита это нюх это пик astralis даже получивом и страны как урашива за счет выигрывали пистолетки за атаку они дают раунд и 39 бывает электроника не получается выход на рампу на счете 1311 чуть больше повезет и глэйв заберет фактический клатч 2 в 2 а что случится в последнем раунде дынюка как же они играют клатча команды navi сначала электроник падает от девайса а затем и александр костылев не справляется этим клатчем николай риц переворачивает всю игру с ног на голову а старались поиграли пистолетку и должны были проигрывать здесь и выходить на 0 3 но джек дюпри зашедший в спину через поп-дог симпл садится ставить бобу бумыч должен был его прикрывать невероятно плохо идет стрельба у дюпри но еще хуже у бумыча симпл успевает воткнуть бомбу выходит на широком но дюпри забирая для астрали сфорс как и лукас рассандер выигрывает для астралия спать 2 в 3 земля я помню что будет этот раунд с пистолетами на на трене бля не просто с пестиками от ебали на б всех троих пацанов на зелени я не переставал удивляться как же хорош на этом турнире егор флейми егор говорил что он хотел вернуть форму которая была у него весной егор давай вернем теперь форму которая была весной 2015 но все тот же дюприз так два в четыре забирает электроника перфекта не успевает подстраховать плентера бомбы бум из которой по блок и в секунду упала вся команда и бесконечность не предел 6 2 кистак забирает матч один два четыре раунда которые астрали с выгрузают из нами приносят им счет 72 и астрали слове от кураж дюприз пушит самого начала раунда аж досюда с такими рейв пушат бы планты хоть циви астралис катком проходится по нави за кт но что отличает сегодняшних нами от нави год назад они пытаются до конца игры они даже использовали заготовку жопный пик бумача нет смотрите действительно целится и падает жопа ведь работает типа это да творите в замедлете представляет в голову головы то нету и будут пацаны даже мои два высших бессильны тут надо спрашиваться не по донатиться не тепло спросите меня реально других идей нету ну кроме как типа да чтобы за хатшотить возможности не было первый раз вижу такой же придумал жопный пик мы рофлили а теперь всерьез 13 2 но кому как не нашему капитану знать каково это отыгрываться с 13 2 надо train дальше дальше окружен со всех сторон истика ставят точку 13 2 я боюсь смотреть статистику там по моему waterfalls понимает где находится сани сани спиной открывается под булочи тот его забирает это сенсейшн а историческая победа команды qb fire друзья кто бы мог поверить что после первой половины эти парни соберутся и продемонстрируют counter-strike высочайшего уровня на счете 13 астрали сберут паузу и вот уж непонятно брали ли они и чтобы действительно что-то обсудить или же чтобы сбить настрой команды нами они не хотят затягивать они берут форс а затянуть придется говорится не символ делая минус 3 на выходе на плент 13 4 но радость длится недолго в следующий астралии с четырьмя из единой гранаты прорывают перфекта саня simple не замечает сидишь его в хитрейшей позиции мистера девайса под его наказывает и наказывает и флейми обиднейший а еще через три раунда из так сделает минус 4 и выведет команду астата пиздец и поворачивается потому как питбан 17 я не помню когда последний раз видел камбэк 32 это он 15 15 я до сих пор не могу понять что там происходило я вам скажу так вот видите эти две команды вот будете выбирать топ 10 игроков года вот среди них и выбирайте и какие другие команды рядом не стояли в этом году мы запомним две игры navi astralis и navi астралис simple дает смог и как гениально девайс за секунду меняет решение того чтобы идти и давить их стека отсидеться в смоке электроник забирается вверх и девайс забирает электроника и сами какие должны быть яйца чтобы вот так вот сыграть финале турнир на овертаймах на пол миллиона зрителей девайс отсиживается в смоке и выходит и хоронит тех кто обычно хоронит всех остальных и это еще что astralis только что вели 13 3 а теперь им нужно спасаться 17 18 в одном раунде триумфа они снова делают жопный пик но этот раз им прилетает шикарная хаешки размен один в один это еще хорошо но из так он же патрик ханса наформляя 32 фраг и рассыпаются переводя игру во вторые овертаймы и все-таки astralis дожимают navi и выигрывают 2119 40 фрагов набивает и стак три месяца когда он пришел в астралис он даже не играл официал и игра перешла на последнюю карту я подумал что даме было гораздо проще закрыть их на трене на чуть тяжелее но все равно проще закрыть их на нюке на оверпасе закрыть астралис реально тяжело и с таким началом с такой пистолеткой когда все тот же стак вас разрывает когда у вас есть open а эмиль рэйф выходит и в секунду забирает троих из так называет бума человек успевает его разменять остается один на два и почти нереальный клатч разыгрывает забирая голова но не хватает одной пули на ноги это 40 по карте знает абсолютно точно где кто стоит и знаю что вчера остались вышли в финал под ночь и веселая была ночью зоника мы же сделаем все то же самое просто выходит и разрывает этот план знаешь какой-то момент какой-то вот где-то случилось где-то на нюке или на трене что они начали выигрывать абсолютно все клатчи 1 на 2 2 на 3 2 в 4 факта девайс т.к. забирает электроника а еще через раунд все тот же девайс со счетом 15 3 в клатче 12 оставит бомбу со страны и в поиск вешает сумасшедший хэдшот дэну остается один на один сани симплом и забирает и его девайс поймал кураж девайс дюпри и мэджик все поймать так поймали кураж команда астралис непобедима они выигрывают все как мэджис вешает вот здесь вот эльку как не летит у сани симпла да обидно но к сожалению not today пытались в последний раунд ненави сделали все что могли пошли на а плент но слишком много работы делает эмиль рейф из плента и это говорится it's all on simple забирает ноут копом первого ставит бомбу вот даже simple не может выигрывать всегда и всех 16-11 на астралис всего лишь один раз в истории контр-страйка команде в финале best of 5 удавалось отыграться с 2 0 сегодня был один из этих матчей не знаю как вы а я сегодня никому из игроков не скажу что он не доиграл они оставили себя всех сегодня в игре они сделали сумасшедший камбэк 13-2 они вели 13-7 они вели 18-17 но видимо этого было мало бумач перфекта ни разу не проигрывали астралис астралис из трех финалов ни разу не проиграли нами одному из этих стриков сегодня было суждено закончится это был лучший матч года 2020 вы больше ничего такого не увидите подписывайтесь на канал ставьте ролику лайк всем пока туда бейте мы уже рай за миллион пиздец да я открываюсь под конец бля кто со мной в да и сомнете на ты мне дэс залагал паркин мне не брата не будет воскрешающий камень главное чтобы этот не дали банда из-за ворнет-брас нахуй это бля миллион пиздец